Итак, большое внимание в своем обращении президент страны уделил вопросам здравоохранения. В частности, Владимир Путин предложил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы и специалисты старше 50 лет также могли получать единовременную выплату. Напомню, размер материальной поддержки из федерального бюджета при переезде на работу в сельскую местность или в небольшой город составляет 500 тысяч рублей для фельдшеров и 1 миллион для врачей. Кроме того, с 1 января этого года в нашем регионе за счет средств окружного бюджета приезжим специалистам предусмотрена еще одна единовременная компенсационная выплата. Врачи, прибывшие на работу в Нарьинмар и поселок Искателей, получат по 500 тысяч рублей. Для тех, кому предстоит трудиться на селе, сумма составит 1 миллион рублей. Для фельдшеров размер поддержки из региональной казны 250 и 500 тысяч рублей соответственно. О том, как в Заполярье реализуется программа «Земский доктор» расскажет мой коллега Иван Кутейников. Олег Рохин приехал в Нейнский округ из Вельска. Осенью прошлого года в качестве подмена на период отпуска одного из специалистов. А в конце января 2019-го переехал в Заполярье на постоянное место жительства. К смене обстановки долго привыкать не пришлось. Признается, город нравится. Спокойный, компактный, все рядом. Да и климат особо не пугает, ведь приехал не с юга страны. Единственное, вот мне, когда я приехал первый день, еще в самолете сказали, на Наринмаре замечательная погода, минус 31 градус. Я как бы так, не то что я пишу, нет, у нас бывают такие зимы, единственное, что они сейчас стали теплее, поэтому до минус 31 не доходило. Ну, я был к этому готов. Он 17,5 лет проработал хирургом, затем обучился на врача-эндоскописта. Специалист отмечает, был приятно удивлен качеством технического оснащения больницы. Условия труда гораздо лучше, чем на прежнем месте работы. Сейчас в его распоряжении есть все необходимое оборудование для исследований внутренних органов больных. Если я раньше там смотрел глазом, грубо говоря, да, а здесь, получается, вставляем ректор-моноскоп и смотрим на телевизоре, грубо говоря, то есть визуализация получается гораздо лучше, чем вот там еще приходилось. Ну, процедура такая подразумевает то, что надо самому ворочаться, нагибаться, все. А здесь фактически рукой вводишь и смотришь все по телевизору. С пациентами у Олега Рокина также отношения в целом хорошие, хотя определенные опасения, как признается врач, у него были. Меня в какой-то степени, ну, скажем так, пугали коллеги, что здесь люди достаточно как-то вот серьезно относятся, что, может, какие-то вопросы там, не знаю. Абсолютно адекватные пациенты, с которыми приходилось сталкиваться. Ну, по факту я говорю, что как там у нас, так и здесь. То есть таких, что… да, да, то есть такого сказать, что здесь как-то люди озлоблены или как-то более информированы, нет, я не могу сказать. В федеральной программе «Земский доктор» Ненецкий округ активно участвует с 2015-го. В прошлом году в регион приехали работать четыре специалиста. Два педиатра в центральную районную поликлинику и Ненецкую окружную больницу. В последнем учреждении теперь трудится еще и участковый терапевт. Кроме того, в региональном противотуберкулезном диспансере работает врач клинической лабораторной диагностики. Появились новые специалисты и на селе. Это три фельдшера – в Хариверской участковой больнице и ФАПах Тошвицкий и Волоковой. Впрочем, проблема нехватки медицинских кадров в регионе все еще стоит достаточно остро. Не хватает в том числе и врачей узкой специализации. Острая проблема, если брать город на Ринмар, у нас сейчас стоит это в участковой службе. В первую очередь это участковые врачи-педиатры. Нам необходимо привлекать врачей для работы на участках, для работы в образовательных организациях. Есть определенные дефициты, они более-менее единичные. Это по врачам УЗИ и другим отдельным специальностям. Кроме того, хочу отметить, что в принципе существует дефицит такой специальности, как врач общей практики. В принципе, это тот специалист, который необходим в первую очередь на селе. Одно из возможных решений этой проблемы – материальные выплаты медикам из окружного бюджета. Так, с 1 января 2019 года в регионе вступили в силу дополнительные меры социальной поддержки для приезжих специалистов. Для врачей, работающих на селе, предусмотрен миллион рублей, для трудящихся в окружной столице и поселке Искателей – 500 тысяч. Для фельдшеров эти суммы составляют 500 и 250 тысяч соответственно. Как заявил на недавнем оргкомитете, посвященному объявленному в Ненинском округе году здоровья, руководитель профильного департамента Сергей Сверидов, это поможет привлекать в заполярье высококлассных специалистов в условиях серьезной конкуренции с другими регионами страны. Мы такое разграничение с селом сделали, потому что у нас самый сегодня дефицит – это, конечно, население. И мы, к сожалению, некоторые ставки врачей и фельдшеров заместить не можем. Надеемся, что эти меры поддержки нам в этом направлении помогут. Ну и почему именно выделили город и сего? Потому что в программе «Зимский доктор» на федеральном уровне миллион получают как в Ненинском автономном округе, так и если поедет в Краснодарский край. Понятно, что если врач будет стоять перед выбором, он за миллион поедет в Краснодарский край. За это нам нужно было все-таки повышать эти меры поддержки. Возможно, теперь Ненинский округ действительно станет более привлекательным местом работы для медиков, трудящихся за пределами региона. Что касается этого года, то в 2019-м ожидается приезд заполярья двух врачей и двух фельдшеров. Иван Кутенников, Игорь Тарасевич. События недели.